Это была моя беседа с Александром Мени, убитым священником. Мени тоже знаю. И книга «В мире нет». Вот книга, о которой я только что сказал о Жор-Код. Это 300 поэтов за 300 лет, что они сказали по определенной тематике. Вот я сказал одно, между ними Слово Божие. Что следующий поэт, бывает через 10 лет он пришел, конкретно о революции, о семье, о детях, о родине. По тематике конкретно. Это вот 26-я, с самой уязвимой книги. Вот это вот, Новый Завет. Видите, он подарочек, как сделан. Новый Завет, теперь я вышел с полным толкованием. Я потом надую, ага. За 2000 лет. Первые, когда сопа колит, все вместе. И мы раскрасили лучшим иллюстратором Гестава Даре 240 картин иллюстрации Библии. Вот это вот видели в библиотеке Путина. Паспад держите в руках. Когда спрашивают стоимость, вот это вот, 75 евро. А вот полностью все 750, цифра 75, запомните. Да, 75. Это мы дарим вам. Ваш документ я положил сюда, это вот в данный момент вы уже хозяева. Спасибо. Вот это вот является книга, ключом ко всем остальным книгам. Два священника пишут, а мы как бы биографии, но там не меньше о биографии. Тут написано так. Вот вам видно, что написано? Да, все документы предлагают читателю, связано с одним человеком, Лапкиным. Но не он главный герой этой книги, главный герой Слова Божия. Золотые слова. Золотые слова. Это в каждой книге примерно 3000 цифров на Священное Писание, на Слово Божие, то есть на Святую Библию. А вот сейчас я, например, скажу. Истина постигается с детства. Да. Вот оно рядом, росток. Артур, ты росток. Да, именно так. Ну что ж, благословляйте, мы поехали. Спасибо вам. Будете молиться, вспомнить вам. Дай Бог вам здоровья. Мы едем сейчас в Грозовый. Думаю, встреча будет, если Господь благословит, и с Рамзаном Кадыром хотим сделать подарок, в Беслан заехать. Такая трагедия, а здесь утешение на все. Я 50 лет отдал. И жизнь моя прошла вся в Боге. После армии 22 года я сознательно обратился, и Бог переменил мою всю жизнь. И все это, полоса страданий, все для меня радость. Я жду каждый день встречи с моим Господом. До вас глаза светятся. Светятся любовью к людям. Мы прошли до Дальнего Востока, Владивостока. Мы прошли Польшу, Германию, Братислава. Братья наши, славяне, Сербии, везде подарили, чтобы люди Бога познали. Эту коротенькую жизнь его направить к небу. Чтобы мы, как говорится, воссияли для Бога. Потому что, вот дети у меня в лагере, я 40 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. Мы говорим, вот ребенок, где 13 лет уже наркоман. И мы говорим о разрушении здоровья, а потом, показывая на все, говорим, как люди старались, ждали тебя, чтобы мир был обихожен. Как тебя любят. Ты не имеешь права разрушать себя. Господь ждал тебя, когда ты появишься на свет. Ты начни благодарить отца, мать, давшей жизнь. Бога, наполнившего мир красотами и чудесами. Хранилась Господь. Спасибо. Это все от имени. Вот, наверное, Богу благогодна наша встреча, потому что я с ним, с ним, с ним, с ним это самое. Моя русская, мой мир. Я в сентябре буду дома, вы зайдите, и, знаете, Лапкин, попросите с друзьями. Там два листика. На одном я с голубем стою, а на другом перед микрофоном, вот как здесь показано. Где микрофон, это у меня она действует. А вторая, это хопия идет. Потому что всякое бывает. Дай Бог вам, чтобы наши ангелы нас хранят. Мы ночевали сегодня это кукурузное поле там, за деревья спрятали, чтобы быстро быть здесь. Второй месяц идет сейчас. Мы все положили для того, чтобы люди Христа познали. Бог все для нас значит. И Бог дает эту самую отдачу. Все эти саентологии, это все искусственность. Сатана придумал, чтобы людей увезти куда-то. Что тебе саентология? Слово наука, наукообразное. Ну я постиг все. Но я умру. А за гробом что? А Господь говорит, через апостола Павла, говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Смерть, как в латышском языке написано, вот, нааванесаулюс. Смерть несет плоды. Вот я отдал, а умер, это все приплывет к тебе. Благодарность людей, благодарение Богу, это все к тебе вернется. Вот на чем все строится. Это любовь с большой буквы. Спасибо вам. Спасибо. Дай Бог, пусть вас Бог хранит. Еще добавлю, спросите, пожалуйста. Никто, здесь не хозяин, только вы. Что-то будет с библиотекой, сохраните книги. Одна книга заменит тысячи книг. Здесь нас два сотрудника. Мы их записываем, определяем, они идут. Дальше это обрабатывается, чтобы люди знали, в каталогах карточки пишутся. И тогда уже это для читателей. Я понял, что они написаны без приглядов в глаза, нравится, не нравится, сказал Бог. И я даю. А человеку не нравится. Господь изгнал торгашей из храма, в храмах торгуют. Я не могу сказать, что Господь не изгнал. Так написано. И написано, даром получили, даром давайте. Зачем бы я это отдавал-то? А им это не нравится. У книг много друзей, но и много врагов. Эти книги опережают намного наше время. Это кто бы ни читал их. Так что храни нас Бог. У нас библиотека бесплатная. Для пользователей, пожалуйста. Так, мы пошли. Да, счастливо. До свидания.